МОЛТКОМ Голова предмет темный, и следованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат, и тебя тоже вылечат. Всем еще раз добрый день. Начинается программа «Диагноз недели». Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов в нашей студии. Здравствуйте. Добрый день. И телефоны в нашей студии работают по-прежнему. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Звоните, высказывайте свое мнение, задавайте вопросы, если таковые у вас есть. Кстати, можно писать и на WhatsApp, 2-3-0-6-1-9-1. И сегодня, как обычно, понедельник. Вот мы привыкли, наверное, многие стараются выбросить из головы абсолютно все проблемы на выходные, стараться не думать о работе. Но, как правило, наверное, стресс понедельника от этого еще больше наваливается на наши головы, потому что, когда приходишь, и сразу же возникает огромное количество дел. И, может быть, вот почему эти два перерыва дня, они немножко создают какое-то такое вот отключение от дел. И получается так, что мы из такого расслабления сразу же попадаем в сумасшедший дом. Почему так многие не любят понедельники? Расслабившись, они, в принципе, не готовы, может быть, так сразу резко включиться в работу. Вот поэтому такая заявленная сегодня тема, как перестать метаться между напряжением и расслаблением. В выражении «стараться не думать» уже сокрыто противоречие. Человек старается о чем-то не думать, он уже об этом думает. Так что стараться очень сложно. Известная история о человеке, кто запретили думать о белом медведе, он только о нем бесконечно и думал. Звонок? Да, прямо сразу вот сходу нам кто-то дозванивается. Доброе утро. Здравствуйте, Лариса. Ариэль, у меня к вам личный вопрос. Вот одна психологиня сказала, что она чувствует себя помойной ямой. А как вам удается абстрагироваться от проблем пациентов, чтобы не одуреть вместе с ними? И как вы отдыхаетесь? Спасибо. Тема, наверное, отдельная, может даже беседа. Тема, отдельная беседа. Наверное, в родстве с нашей темой заявленной. Я отвечу, Лариса, значит, что такое помойная яма? Помойная яма, когда что-то сбрасывают, и она там гниет. Потому что все, что для чего служит помойная яма, это некий простран, чтобы принять в себя чьи-то отходы. Я себя, к счастью, не ощущаю помойной ямой. Ко мне попадают эмоции и проблемы моих пациентов, с которыми я работаю, которые помогают осознать и трансформировать в нечто совершенно иное. То есть изменить страдания на обретение некоего смысла и удовольствия от жизни. Поэтому я точно не ощущаю терапию, как процесс сбрасывания чего-то в помойную яму. Исходя из этого, в своей работе я вижу смысл. Это первое. И я получаю от нее удовольствие. Очень большое. Это второе. И от процесса, потому что хорошая интеллектуальная и эмоциональная работа, потому что ты эмоционально отвлекаешься на то, что говорит пациент, и это оживляет твои собственные чувства, и это возможность вслушаться в себя тоже, почему ты реагируешь так или иначе. Это повод работы. Поэтому я точно не ощущаю себя помойной ямой. Как я отдыхаю, у меня есть... Семья. У меня есть друзья. У меня есть близкие мне по духу люди. У меня есть любимые книги. У меня есть огромная стопка книг, которые я еще не успел прочесть. Они все ждут своего часа, и книги я читаю постоянно. У меня есть любимая музыка и фильмы. У меня есть спорт. У меня есть, я надеюсь, ко мне вернутся путешествия в скором времени, как и большинству нашего населения. Поэтому, в общем-то, у меня нет ощущения загнанности и усталости. У меня есть возможность справляться со множеством вещей, и удовольствие из моей жизни не пропадает. Поэтому, повторю еще раз, помойная яма – это точно не про мою работу. Возвращаясь к вопросу о белом медведе, о котором невозможно не думать. Я почему заговорил о метании между расслаблением и напряжением? Есть такая известная история, которую я, к счастью, на себя не ощущал, но часто слышал от пациентов. Люди ищут некоего взбадривания, энергии, активности, и находят его, к сожалению, в кокаине. Они начинают нюхать кокаин, и их приводят в некое взведенное состояние. От него хочется расслабиться, хоть как-то сбросить. И люди начинают пить. Алкоголь их расслабляет. Но в итоге этот алкоголик становится как-то рано или поздно плохо, муторно, туманно. И они начинают снова нюхать кокаин, чтобы прояснить голову. И вот так они и раскачиваются между кокаином и алкоголем. Как ни странно, есть люди, которые примерно так же обращаются со своими тревогами, напряжениями, травмирующими эмоциями и так далее. Ну, наверное, если сейчас большинство наших слушателей прислушиваются к собственным ощущениям в собственном теле, я думаю, что многие почувствуют такое внутреннее напряжение, как будто некая сжатая пружина, которая никогда полностью не отпускает, не расслабляется. Многие почувствуют напряжение в плечах, напряжение в руках. Некоторые чувствуют, что у них беспокойные ноги, отлежишь, шелестишь, всеми надо их как-то переставлять, двигать, шевелить ступнями и так далее, и так далее, и так далее. Вот это то самое напряжение, которое в нас копится. Оно накапливается в больших количествах и постоянно. Меня очень заинтересовало объяснение одного моего пациента, когда я его спросил о том, как выглядит его способ расслабляться. Он сказал, я умею расслабляться, при том, что он очень тревожный человек, он очень ответственный человек, он очень занят своей работой, своей семьей и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И я сказал, как же вы расслабляетесь? Сказал, у меня есть медитация и у меня есть ритуалы. Я сказал, что это значит. Сказал, что в ритуалы входит подготовка к сну, гигиенические процедуры и так далее, и к медитации тоже надо подготовиться. То есть надо сделать все дела, надо высвободить все время, и тогда уж заняться медитацией. Я говорю, похоже, ваша подготовка к расслаблению – это тоже очень энергоемкий процесс. Он, по-моему, тоже от него устаешь. Он сказал, ну да, есть такое дело. Это чем-то похоже на человека, который, чтобы полежать на лужайке, сначала должен вырубить деревья, выкорчевать пни, а потом уже прилечь, отдохнуть, и так каждый раз. Так вот, это, конечно, несколько утрированная форма, но у нас в современном обществе все знают, что расслабляться надо. Все знают слово «медитация». Есть приложения, прощайте, у всех в телефонах, те или иные, которые помогают расслабиться. Но проблема в том, как звучит из названия нашей сегодняшней передачи, это бесконечный маятник, раскачивающийся от крайнего положения напряжения до некой релаксации и немедленно откачивающийся обратно. Вот когда, опять же, спрашиваю их пациентов, как они расслабляются, многие говорят, я хожу на массаж. И массажист говорит, да, у вас такие забитые плечи, у вас забитая спина, он мне все это разминает, мне хорошо, и через какое-то время все возвращается обратно. Это неудивительно, потому что напряжение в мышцах, чаще всего это результат напряжения возникающего внутреннего, в мыслях, в эмоциях, в настроении и так далее. Поэтому массажисты снимают последствия. Какие причины? Чисто симптоматическое лечение, может быть, бесконечное. И опять у нас есть бесконечные курсы медитации, курсы йоги. Ко мне когда-то приходил много лет назад адепт некой трансцендентальной медитации. Было такое очень популярное направление. Махариша Махеш йоги сразу вспоминается из Биттлс. Вот, и он пришел ко мне агитировать меня за вступление в ряды этих людей. Используясь, я в жизни не видел более напряженного человека. Он сидел, у него были какие-то типы, он все покашливал, он не мог найти себе место, он перебирал руками. Я говорю, ноги его были в вечном движении, он запинался. Мне было так жалко его. Я говорю, и как вам помогает? Говорит, да, раньше было намного хуже. Я себе представляю, что же было раньше, как этот бедный человек страдал. И, похоже, эта трансцендентальная медитация, к сожалению, не очень помогла. На звонок? Да, есть еще один звонок. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а вот ошибочно ли это, что люди снимают стресс алкоголем? Спасибо. Я считаю, что это ошибочно. Ну, скажем так, наверное, есть ситуации, когда что-то экстренное случилось, хоть что-то произошло, и человек хочет выпить, чтобы расслабиться, и хоть как-то успокоиться. Наверное, какие-то разовые такие вещи имеют смысл. Но если для человека снятие стресса с помощью алкоголя – это система, то человек попадает в ловушку. Во-первых, у него потихоньку пропадают любые другие способы снятия стресса. Во-вторых, алкоголь, мы знаем, вызывает привыкание. То есть, если для человека, я видел много людей, которые для того, чтобы заснуть, им надо было выпить, там, не знаю, бокал вина или 50 грамм коньяка. Но, к сожалению, через какое-то время люди замечают, что бокал вина уже не помогает. Обращается в 2 или в 3 бокала, а 50 грамм превращаются в 150, 300 и так далее. То есть, дозы начинают расти. И в тот момент, когда действие алкоголя проходит, начинаются все неприятные вегетативные ощущения, похожие на похмелье. Сердцебиение, ранние пробуждения, головные боли, потливость, тревожность и так далее. Рано или поздно превращается в полноценный похмельный синдром. А когда человек, который и так какие-то свои тревоги снимает с помощью алкоголя, а утром его обычная тревога накладывается на похмелье, то есть всё это возводится в квадрат или в куб, то ощущение, опять, которым не позавидуешь. Поэтому снятие тревоги вот такой симптоматической алкоголем, как система, на мой взгляд, это очень ошибочное занятие. И если у вас вообще возникает вдруг, вы заметили, что каждый вечер вы снимаете стресс с помощью алкоголя, вам очень стоит о себе задуматься и начать что-то делать из каких-то другие пути, потому что вы получите ещё и зависимость. Кстати, все перечисленные вещи – это то, каким образом мы можем ощутить, что напряжение в нашей жизни нарастает. Всем необязательно забитые мышцы. Вообще люди часто выясняют, что они привыкли. Для них ходить напряжёнными нормально. То есть, когда спрашиваешь, а есть такое? Ну да. А как давно? Я уже и не помню. Я уже так с этим живу, что я привык. Ну, может быть, это в принципе… Говорят же, что в Японии, например, считается абсолютно нормальным недосып, позднее рано прийти на работу, уйти после начальника. И вот такой вот стандарт жизни считается, что тогда человек работает. Видно, что он работает. Ну, сказали в известном фильме, это кто в Турции, там жарко. Это Япония, специфические нации, достаточно познакомиться с их историей и культурой, чтобы понять, что жить по-японски не всякому дано, да не всякому нужно. Известный японист Александр Мещеряков, посетившись в Японии всю жизнь, очень её любящий, написавший много книг о ней, перевёдший много книг японских авторов. Я очень люблю Японию, но жить в Японии я бы не хотел, потому что я не люблю ходить с троем, а они ходят с троем. Поэтому Япония у нас не самый удачный пример для современного европейского человека. Так вот, что у нас накапливается, кроме напряжения мышц? Во-первых, если ты напряжён и не расслабляешься, рано или поздно ты ощущаешь некую бесконечную усталость. Просто некую бесконечную усталость, которая снова и снова к тебе приходит. Она тебя, точнее, не отпускает, потому что мышцы никогда не расслаблены. Я не зря оговорился, мысли тоже не расслаблены. Во-вторых, когда ты постоянно устал и напряжён, следующее, что к тебе приходит, это раздражительность. Ты замечаешь, что твоя переносимость стресса очень снизилась. Ты можешь взорваться в ответ на какой-нибудь пустяк, накричать на коллегу на работе или дома на кого-то, или ещё что-то. Эти вещи очень замечаются. В-третьих, многие замечают снижение способности концентрации. То есть ты не можешь сосредоточиться на какой-то задаче долго. Неважно, что это. Это задание по работе. Или ты дома берёшь какую-нибудь книгу и замечаешь, что ты одну и ту же страницу перечитываешь в третий раз, потому что твои мысли куда-то убегают. То есть всё это признаки накопившегося усталости и напряжения. Дальше всё это затягивается, это становится тревогой, это становится депрессивными явлениями и так далее. Так вот, почему я заговорил о маятнике? Люди стали с релаксацией обращаться очень интересно, как с алкоголем или как с таблеткой транквилизатора. Вот я сейчас буду бесконечно вкалывать, бесконечно чем-то занят, но потом я включу своё приложение в телефоне и посвящу 10 минут релаксации или медитации, потом я включу или я пойду на своё занятие по йоге и займусь медитацией, или я займусь йогой в Ютубе, подышу и так далее, и так далее, и так далее. И в общем-то все эти вещи имеют право на существование. Я сам практикую какие-то дыхательные техники, какие-то упражнения на релаксацию, которые даю моим пациентам, я занимаюсь ими сам с собой тоже. Но мне кажется, очень важно понимать, что когда всё это становится такой вот таблеткой сиюминутной, это до добра всё равно не доводит. То есть это вот раскачивание, бесконечное бегство, я напрягся, расслабился, напрягся, расслабился, это такой процесс, который, если ты понял, что уже попал в него, надо прерывать. Вот как говорят буддисты, надо прерывать цепочку перерождений, чтобы достичь нирваны, потому что перерождения все они мучительны, человеческие беды, скорби, печали, болезни и так далее, и так далее. Надо прерывать эту цепочку вечного странствия между напряжением и расслаблением. Потому что если ты оказался в том состоянии, в котором ты напряжён, если ты понимаешь, что ты постоянно в этом состоянии, то явно нужно менять сам принцип подхода. Я ещё раз подчеркну, я очень приветствую любые релаксационные техники, восточные практики, йога, тайцзи, цигун, медитация, всё это замечательные и хорошие вещи. Так же, как простые дыхательные упражнения, доступные каждому человеку, так же, как простые прогулки и отдых, и тому подобные вещи. Но когда ты ловишься на том, что всё это симптоматическое лечение, что ты не понимаешь, откуда в тебе постоянно накапливается напряжение, почему ты себя постоянно им терзаешь, почему ты рано или поздно окажешься истощённым и замученным, и с чистой совестью, вот как мой пациент, предприняв массу усилий, помедитируешь, рушишься в кровать, значит, ты что-то делаешь не так. Но ведь, с другой стороны, даже если ты знаешь, в чём причина, наверняка, ведь многие сейчас испытывают стресс именно от какого-то страха, неопределённости, будет ли работать фирма, в которой я сейчас стружусь, или она обанкротится, когда закончатся вот эти ограничения, чрезвычайная ситуация, и вообще что-то придёт в норму, не сократят ли меня? И вот эти какие-то тревожные мысли вот на меня посмотрел как-то не так, начальник, может быть, он уже думает о том, чтобы меня сократить. И вот это вызывает какое-то постоянное чувство тревоги, беспокойства, желание показать, что ты ценный работник, что ты лучший, что ты должен задержаться на работе подольше и показать, насколько ты вот готов вкалывать. И вот всё это как раз-таки и ведёт, наверное, вот к этому нарастанию этого напряжения. Смотрите, Олег, то, что вы описали, каждый эпизод по отдельности имеет право на существование. Естественно, когда под угрозой твоя работа у тебя есть некая тревога и напряжение. Естественно, когда под угрозой твоего здоровья или здоровья какого-то близких, ты тоже напрягаешься. Это логично и понятно. Но беда-то в том, что люди, которые постоянно напряжены, они напряжены от всего. Вот у меня, честно говоря, есть ощущение, что много людей, которые начинают копить напряжение с самого своего рождения. Они родились в неких условиях, и так уж получилось, что так или иначе в них надо выживать. Неважно, травматичная среда, в семье или это травматический исторический период. Наши родители, они родились в околовоенное время, предвоенное время, проживали. Моя мама родилась в эвакуации, ее кормили то ли галками, то ли воронами, когда нечего было есть, и так далее, и так далее. Есть пока люди, которые родились в разных таких ситуациях. Но, когда человек напрягает буквально все, когда человек постоянно в напряжении, даже тогда, когда у него с работы все хорошо. Кстати, очень много напряженных лиц, моих пациентов, вполне карьерно успешные люди. Это или хозяева собственного бизнеса, или это люди, которые успешно продвигаются, карьерно лезят в какой-то организации, и вроде им ничего не угрожает, а их напряжение никуда не девается. Оно копится, копится и копится. Как я неоднократно говорил в самых разных наших передачах, нет склада личности, которая однозначно хорош или плох. Есть масса людей, которые всю свою жизнь накапливают тревогу. Эта тревога делает их очень ответственными людьми. Они никогда не расслабляются, они все время на чеку. Поэтому на работе их очень ценится. Человек еще снабжен хорошим интеллектом. Если человек при этом чувствует себя важным, нужным, он не упускает никаких мелочей, его не надо проверять, он сам себя сто раз перепроверит, и всех вокруг перепроверит. Он будет работать по принципу, если хочешь, чтобы что-то сделано было правильно, сделай это сам. Поэтому он проверит и продублирует работу своих подчиненных. То есть этот человек приносит тому месту, где он работает, большую пользу. Но при этом его напряжение не проходит, накапливается, и рано или поздно оно приводит к какому-то печальному событию. Или это какая-то зависимость, или какие-то психосоматические расстройства, или это депрессивное состояние, и тому подобные вещи. И да, когда такой человек, вот это, как не думать о белом медведе, когда такой человек, человек так, как он умеет, расслабляться, ответственно, напряженно расслабляться. Вот я когда есть пациент, когда я провожу такие сеансы релаксации, я им всегда говорю, что вы очень ответственный человек, но почему же вы в процессе не пытались стараться расслабиться, прикладывать усилия, чтобы расслабиться. Потому что это уже парадокс, и это ничего хорошего не приведёт. Есть вещь, когда надо просто ситуацию отпустить, дать вещам идти своим ходом, дать вещам происходить вот так, как они должны идти, дать своему телу жить своей жизнью. Вот есть люди, которые очень трудно сделают, потому что они постоянно должны стараться, постоянно смотреть за собой, и как только человек расслабляться усердно и ответственно, о расслаблении можно забыть. Он делает тяжёлую работу. Его мысли сосредоточены, его сознание, можно так говорится, напряжено. Он опять пытается всё держать под контролем. Что такое напряжение? Это тоже контроль, напряжение такая некая собранность. Какая-то готовность, что тебя вот-вот ударят, ты должен быть готов, не знаю, прикрыться этими мышцами, или отскочить куда-то в сторону, или дать сдачи. То есть напряжение, всё равно готовность. И это уже не даёт расслабления. Люди, которые занимаются какими-то боевыми искусствами, хорошо знают, что человек не может успешно ни с кем состязаться, если он напряжён. Если ты напряжён, ты замедлен, у тебя нет ни скорости, ни силы, и ты очень быстро выдыхаешься. Любович, я когда-то попробовал в достаточно зрелом возрасте заниматься боксом, и понял, что я выдыхаюсь с ужасной скоростью. Когда мне объяснили тренеры, понимающие люди, что расслабься, пусть всё летает само по себе, как только ты учишься расслабляться, твоя выносливость возрастает в разы. В КВН была команда, которая даже взяла своим девизом, они говорили «Выступаем на расслабоне». Прямо они запускали это в зал, в публика. Я не помню, как называлась команда, но они, я понимаю, что взяли за правило не волноваться, то есть их выступление не должно быть напряжённым, они стараются расслабившись играть. Может быть, и актёры на сцене тоже? Я думаю, что ни один актёр в напряжении, если он скован и напряжён, вряд ли он сможет отпустить себя на свободу. Наверное, ну, актёрам виднее. Я не могу судить о том, чем и не было, только в детстве участвовал в всяких театральных драм-кушках. Но, наверное, Артём, но я знаю, что актёры на каких-то институтах и актёрском мастерстве обязательно изучают техники релаксации, расслабленного движения, правильного дыхания для того, чтобы звучать. Для того, чтобы голос не был зажат и так далее, и так далее. Это входит, насколько я знаю, в актёрское образование. Ну, и у дикторов тоже, даже у тех, кто читает новости или записывает что-то перед микрофоном, очень важно, ну, чтобы была расслаблена диафрагма, и чтобы голос звучал абсолютно естественно, не зажато. старт. Вот я к чему клоню, что, наверное, каждому из нас стоит научиться делать, стоит научиться распознавать, слышать, распознавать, где в твоей жизни накапливается напряжение, как давно оно накапливается, в какой момент для тебя попытки расслабиться стали ли чем-то разрушительным, вроде алкоголя, или каким-то ритуалом, который тоже занимает массу времени и сил, или ты это делаешь, ну, как будто хочешь принять таблетку. Вот ты напрягся, принял таблетку в виде поделанных упражнений и побежал дальше вкалывать, нести груз ответственности и так далее, и так далее. Вот. И вот мне кажется, основное, важно распознавать, потому что, как мы начинаем с моими пациентами разговаривать и следить за истоками напряжения, мы понимаем, что они достаточно далеки, они вот уходят, уводят нас в прошлое, они уводят нас иногда в семейные события, иногда есть люди, которые выросли в такой протестантской этике. Ну, мы знаем, что в протестантизме очень много ты должен хорошо работать, ты должен заслуживать и зарабатывать в своей жизни, и всё это, в этом есть своя логика. И люди, которые выросли в семьях, где всё время это было возведено в культ, это часто люди, которые, кстати, жили где-то деревни или хутор, или отдельный дом, надо сначала хорошо поработать, поработать в саду, поработать в огороде, убрать дом, ещё, ещё, ещё множество занятий, а вот теперь можно и отдохнуть. Вообще-то время уже ехать, уезжать с этого огорода домой. Да вот теперь можно и отдохнуть, и тогда вот этот странный стереотип, ну, обычно это всё в людях взращивается, когда они ещё дети, им это очень не нравится, но фраза сначала за работой и потом вот отдохни, она накрепко вбита и доведена до абсурда. И эти люди уже давно уехали из сельских домов, эти люди давно уже в городе, но вот это я бесконечно должен сделать то-то, то-то, то-то и то-то, а потом только отдохнуть в оставшийся короткий промежуток на жива. Я встречал довольно-таки много людей, которые именно так выстраивают свою жизнь. И опять это хорошие, добросовестные, ответственные люди. Никто не за это бездельниками, никто не скажет, что они плохие, злые люди. Ну, это люди, которых... Когда я впервые был в Нью-Йорке и попал в славное место под званием Манхэттен, по нему идешь, ощущение, что аж воздух от напряжения вибрирует, дрожит все, он такой насыщенным действием бесконечным. Потоки машин, потоки людей, потоки событий. И вот есть люди, от которых у меня такое же ощущение. Вокруг них воздух вибрирует от напряжения, и это, наверное, может быть и чем-то вдохновляющим на работе, увлекающим и так далее. Но я точно вижу, насколько это истощает этого человека, особенно, постоянный стиль жизни, напряжение, не уходят. Как говорят, Нью-Йорк никогда не спит, есть такие люди, которые никогда не спят. Они даже засыпают, думают о своих проблемах и делах, они просыпаются посреди ночи, думают о проблемах и делах, и вся их жизнь вот так выглядит. Но мне кажется, что сюда еще примешивается и чувство вины, которое испытывают эти люди, когда они отдыхают. То есть, вот я знаю людей, которые все время вот переживали, что ой, я вот чего-то потеряла там столько времени, вот чуть-чуть вот посидела, а ведь могла за это время там постирать, приготовить, там еще что-то сделать. Вот я вот, я плохая, я вот значит плохая, не знаю, мать, плохая хозяйка. Ну, тут мы приходим в терапию, там опять начинаем идти за чувством вины, которая где-то давно живет, чувство гиперответственности и вот этого постоянного, бесконечного долга что-то сделать. Долг все такое интересное, я понимаю, потому что посидеть отдельную передачу, сначала думаешь, что все-то что-то должны, потом тебя посещает некая мысль такая, немножко нигилистская, никто никому ничего не должен, кроме того, что вот ты должен, не знаю, банку по договорам, юридические обязательства, а больше ты никому ничего не должен, все остальное строго по желанию. Потом ты понимаешь, что, наверное, все-таки должен и человек, который говорит, я никому ничего не должен, сколько он при этом готов смириться с мыслью, что ему тоже никто ничего не должен, сколько он готов, если я живу, опять же, на расслабоне, никому ничего не должен, что все равно тоже на расслабоне, в общем-то, то, что с тобой происходит, нас не волнует. система долга, она не так проста, как нам кажется. Наверное, есть долг, который мы принимаем осознанно на себя, я понимаю, что он есть, он не обязательно в тягости. Есть это и долг, и то, что мы делаем с любовью. Есть чувство долга, нам кем-то навязано. Звонок? Да, у нас звонок, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Доксация через пор, через алкоголь, это все понятно. Когда есть время переосмыслить, подумать, а вот моментальная реакция, вот вы боксеров вспоминали, допустим, человек хватается за карман, ключи забыл, что-то случилось, и вот здесь ступор наступает. То есть, вот это разные темы, это не связано с расслаблением, или как-то вот на эту мгновенную реакцию можно тоже влиять как-то вот, ну, мозгом, психосоматикой. То есть, вы поняли, наверное, мой вопрос. Я понял этот вопрос. Да, спасибо. Я думаю, мгновенная реакция очень зависит от того, кто реагирует. Есть человек, который схватится, скажет, боже, ключи забыл, и скажет, фу ты, боже мой, ну, надо позвонить, чтобы привезли. А есть человек, которого пробьет холодный пот, охватит паника, заколотится сердце, и так далее, и так далее. Вот эта вот ситуация, доведенная до абсурда, это тоже люди с навязчивостями. Вот, оставил ли я в чайник на кухне, боже мой, вот там выключил и я утюг. Да, которые прячут, выйти из дома, три раза его обходят, всё проверяя. Люди, которые, чтобы выйти, уходя из дома, ещё два раза возвращают, говорят, заперли дверь. У меня были пациенты, которые вставали, уходили из моего кабинета, говорят, ну, вот я сейчас опять всё осмотреть, не забыл ли я чего. Человек несколько раз осмотрит, тогда он уходит. Поэтому, наверное, если на тот короткий момент, когда ты забыл ключи или что-то подумал, в этот момент нужно услышать свою реакцию и уже исходить из неё. Если она чрезмерно гипертрофирована, если ты переполнен уже страхом, паникой и ощущением вины, то опять надо думать, что тебя к этому привело, почему ты именно так реагируешь. То есть, на этот момент уже что-то делать поздно, оно уже состоялось. Ну, опять же, ты пришёл в панику, есть простейшие дыхательные упражнения, которые можно поделать, и тебя за несколько минут приведут в более или менее спокойное состояние. Да, ну, в общем-то, всегда острые состояния, они показатели того, что у нас происходит на повседневном уровне, насколько, на каком уровне спокойствия мы находимся. Ну, есть средняя температура по больнице, есть некая нормальная линия тревожности у каждого человека. Мы не святые, к тревогам мы склонны каким-то. Но есть люди, которых есть у всех, она вот здесь, то у кого-то она будет значительно выше. И исходить из понимания, почему у тебя настолько высокий уровень тревожности, а от этого такие острые реакции, в этом и есть задача понимания и осознания. Ну, надеемся, что мы ответили на вопрос по поводу тревоги. Хотя, ну, у некоторых людей да, это вот какой-то постоянный фон, наверное, тревоги, потому что ты чувствуешь, боишься, чего ты все время придумываешь себе на ходу, постоянно эти поводы для тревоги. Оставил ли я кошелек, не забыл ли я ключи, а что будет на совещании, там, не знаю, через, на завтрашнем совещании, какие-то вот вопросы, может быть, все ли я предусмотрел. Давайте, может, попробуем приближать конец передачи, как-то это структурировать, скажем так. Мы говорим о напряжении. Если мы осознаем, что у нас есть некая система напряжения, и у нас есть, очевидно, некоторые у каждого своя, если есть система расслабления, значит, стоит во все это вслушаться и понять, это, ну, может, как говорится, здоровая система, когда ты поработал и потом спокойно, естественно, расслабился, естественно, спокойно и хорошо. Или это вот тот майя текстуры мы начали. Ты в состоянии крайнего напряжения, то есть расслабления, майя текстуры качается в другую сторону. То есть, если твоя система расслаблений кратковременно и поверхностно или разрушительно, или не даёт стабильного, нормального результата, значит, что-то не так. И следующий шаг, очевидно, начать вообще вот эту вот ревизию себя. Насколько постоянно напряжены мои мышцы? В какие моменты я ощущаю себя спокойным, расслабленным, когда плечи у меня висят внутри, у меня спокойно, руки, мои ноги тоже спокойным, комфортным, созвенит желание постоянно ими двигать и так далее, и так далее. Следующее. Если мы всё-таки понимаем, что наше напряжение более или менее постоянно, и наши попытки релаксироваться в лучшем случае кратковременный результат даёт, а в худшем случае, то вот пример моего пациента, то есть расслабиться, это тоже для тебя тяжёлая и серьёзная работа. Явно что-то не так. И тогда нам, очевидно, стоит заняться вслушиванием себя, анализом себя, анализом своих чувств, анализом себя на уровне повседневности, своих воспоминаний. Как давно во мне живёт это напряжение? Что во мне его провоцирует? Когда последний раз мне было по-настоящему спокойно и хорошо? Я всегда прошу людей это не путать с удовлетворением от хорошо выполненной работы. Я поработал, теперь я молодец. Это всё мне всегда даёт расслабление, это кратковременный результат. И если мы понимаем, что наше напряжение давнее и запущенное, значит, нам стоит задуматься о том, что стоит как-то переосмысливать свою жизнь. Стоит начинать понимать твою структуру, твою систему отношению с самим собой, с окружающим миром, с окружающими людьми, на каких принципах всё это основано, на каких принципах всё это базируется. Я думаю, что когда человек начинает себя анализировать, он достаточно быстро сам или с помощью чьей-то близких людей, которые часто говорят, что ты с собой делаешь, ты живёшь на износ с близких людей или с помощью психотерапевта, когда более глубокий анализ, отчего я так живу, тогда, когда ты осознаёшь истоки и причины напряжения, ты начинаешь с ним по-настоящему разбираться. Это требует на звонок? Да, у нас кто-то дозванивается. Здравствуйте. Добрый день. Да, пожалуйста. Я хочу вам сказать, как мне произошло. В детстве мне мама сказали, что моя мама умерла. И у меня всё остановилось, весь организм. Такое было впечатление, что конец света наступил. Я мучилась головными болями целую неделю, теряла сознание. И теперь последствия у меня вегетососудистая дистония. Спасибо за внимание. Ну, видите, наверное, это очень тяжёлая детская травма, смерть матери, безусловно. Возможно, но почему это было в детстве, судя по голосу звонившей уже не 20 лет, почему это до сих пор держится и закрепилось, возможно, смерть мамы далеко идущие последствия. То есть, наверное, здесь есть какая-то травма, которую стоило бы проработать поглубже и разобраться с ней с помощью психолога или психотерапевта. Ну, вот мы как раз говорили о том, что причины нужно разобраться с причинами, которые вызывают это напряжение, их проработать, разобрать. Да, разобрать. И опять, если для вас релаксация стала работой, релаксация стала каким-то бессмысленным ритуалом, который ты должен выполнить, потому что хороший человек должен расслабляться, это правильно, то, это уже перестает действовать как релаксация. Поэтому, вот, судя по звонившим людям, какой-то отклик это все вызывает. Я повторюсь еще раз, в каждом из нас есть напряжение. Мы в основном не буддисты, не святые. Кстати, о буддистах тот же Мещеряков, японовед, которого спрашивали о долгожительстве японского одни из самых долгоживущих японцев, это буддийские монахи. Среди них процент долгожителей очень высок. Наверное, их есть некий подход к жизни, несуетливый, и, наверное, для них эти практики медитации не нечто тоже суетливое, а что-то, что естественно и глубоко встроено в их стиль жизни. Монахом мы стать не можем, но искать причины своего напряжения и искать подходящий нам способ релаксации и расслабляться всерьез, не симптоматически и не на бегу или не с жуткими усилиями, это в силах каждого из нас. Просто, как всегда, стоит к себе регулярно и глубоко прислушиваться. Ариэль, Резник Мартов, психиатр, психотерапевт. До встречи в следующий понедельник в программе Диагноз недели. Всего доброго! Над мой волна